Возвращение настоящего хардкора состоялось. Буквально вчера глобальный сервер MMORPG Mortal Online 2 стал доступен для всех, кто приобрел игру. И тем не менее, она вряд ли когда-нибудь будет рвать чарты продаж или станет страдать от перенаселения Реалма. Хотя, казалось бы, в мире столько игроков, которые хотели бы играть в настоящую MMORPG. Что ж, вот она прямо перед вами. Однако, должного энтузиазма почему-то не проявляется. Причем это совершенно нормально, что признают как сами игроки в Mortal, так и разработчики. Об этом сегодня и поговорим более подробно, потому что мне такое положение вещей все равно кажется до обидного несправедливым. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Гохару и... мы начинаем. Что вам известно о Mortal Online? Вот если серьезно, положа руку на сердце, вы вообще слышали об этой MMORPG? Лично я, хоть и борюсь в жанре уже черт знает сколько лет, про Mortal Online узнал далеко не сразу. А первая часть, между прочим, доступна аж с 2010 года, то есть со времен, когда MMORPG восточного типа еще даже не начинали захватывать рынок. Разрабатывалась и издавалась Mortal Online шведской независимой игровой студией Starwild. Она была основана Хенриком Нёстрёмом в 2005 году, и по сути можно сказать, что эта игра, как первая часть, так и ее продолжение, являются главными активами студии. Хотя, справедливости ради, у них есть и кое-чего попроще, но тем не менее с VR-амбициями, Китент, которая предлагает позаботиться о милых котятах. А также то, в чем себе не отказывал практически ни один разработчик еще буквально пару лет назад, Battle Royale, Mortal Royale. Слеплен он был тоже не без влияния Mortal Online, и предполагал масштабные до тысячи игроков битвы. Слеплен он был, как вы, наверное, понимаете из названия, тоже не без влияния Mortal Online, и предполагал масштабные до тысячи игроков битвы. Хотя, если честно, непонятно на что был расчет, потому что даже в самые тучные годы онлайн самой Mortal в пике еле-еле переваливал за эту самую тысячу. Понятно, что речь идет про Steam, и появилась она там в сентябре 2015 года, когда новинкой игру уже назвать было нельзя. Однако, сдается мне, каких-то впечатляющих показателей в плане одновременного онлайна у Mortal никогда особенно и не было. Более того, и это касается уже второй части, разработчики собираются заморозить продажи игры, если вдруг что-то пойдет не по плану, и в Mortal Online 2 ломанется больше игроков, чем планировалось. Насколько я понимаю, они рассчитывают на что-то в районе двух-трех тысяч человек. И этого, уверяю вас, более чем достаточно для того, чтобы заселить первый континент Мирланд площадью 384 квадратных километра, а также обеспечить активностями всех заинтересованных в глобальной геополитике участников гильдии. Коих, к слову, очень немало, в том числе и русскоговорящих. Но давайте поговорим про плюсы и минусы Mortal Online 2. Начнем с плюсов, и первое, о чем стоит упомянуть, это, конечно же, графика. Кто-то сравнивает игру со Скайримом, хотя, на мой взгляд, если и есть что-то общее, то это только вид от первого лица. Но, не буду спорить, в любом случае, если натянуть на старенький Скайрим все возможные графические моды, то, вероятнее всего, его можно будет сравнить с Mortal Online 2 по графике. Это, к слову, едва ли не главное отличие второй части, существенно доработанная графическая составляющая. Первую часть, когда я про нее узнал, играть было невозможно, потому что именно с точки зрения визуала она была уже далеко не торт. Вторая в этом плане выше всяческих похвал. Пейзажи порой такие, что можно через каждые пару минут делать скрины и ставить их себе спокойненько на рабочий стол. При этом разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах перевести Mortal Online 2 на Unreal Engine 5. Помимо этого, я что-то слышал также про VR, и учитывая то, что у студии есть опыт в создании подобного рода проектов, пусть и не в первую очередь, но такую возможность, вероятнее всего, рано или поздно тоже реализуют. И, к слову, раз уж заговорили про графику, где-то рядом с ней находится и атмосфера. С этим аспектом у Mortal Online 2 тоже полный порядок. Все локации выдержаны в единой стилистике, хоть, насколько мне известно, разработчики и не заморачивались проработкой этого всего вручную, а просто основательно затарились в стоке с соответствующими ассетами. Я думаю, этот момент простителен. Во-первых, потому что они, разработчики, об этом заранее честно предупредили. Во-вторых, собственно, почему они решили так поступить? Просто трезво оценили свои силы, решили сэкономить время и сосредоточиться на более важных составляющих, вроде того же сетевого кода и оптимизации. Ну и в-третьих, потому что реализация получилась более чем приличной. Все, начиная от локации и заканчивая мобами, смотрится очень и очень органично. Собственно, отсюда и атмосферность. Вообще, принято считать, что Mortal Online 2 либо цепляет тебя и ты остаешься в ней надолго, либо вызывает стойкое отторжение и ты возвращаешь деньги за игру. Ну и вот как по мне, атмосфера как раз таки способствует развитию первого сценария. Боевая система, классы, навыки, таланты и вот это все. Рассказывать по отдельности не вижу смысла, у нас уже были соответствующие видео. Тем не менее, на мой взгляд, все это скопом является еще одним большим плюсом Mortal Online 2. Да, здесь нет классов, но при этом перед началом игры вы как нигде больше должны определиться с тем, кем собираетесь играть. Более того, загодя основательно проработать свой билд, что становится возможным благодаря специальному конструктору персонажа, ссылку на который вы сможете найти в описании к этому видео. Более-более того, я со времен Евы не помню, чтобы простое залипание в билдере, когда ты в нем уже основательно разобрался, доставляло столько удовольствия. Это просто клево сидеть и конструировать своих будущих персонажей, а потом реализовывать их в игре. Боевая система скиллбейст, то есть по сути, чем пользуюсь, то и качается. При этом мили комбат больше напоминает некий аналог средневековых файтингов, вроде того же Мартхау или даже Фо-Онер. В то время как только в магии, наверное, и можно встретить скиллы в привычном понимании этого слова. Они выносятся на квик-бар, и для их использования необходима не только мана, но и специальные ингредиенты. Напишите в комментариях, если вам интересно, обязательно сделаем ролик про магию в Мортал Онлайн 2. В свою очередь, навыки и таланты это то, что позволяет вам достаточно гибко настроить и впоследствии перенастроить своего персонажа в соответствии с текущими нуждами. При этом боевой опыт целиком и полностью зависит от прямоты ваших рук, выбранных и прокачанных навыков, а также непосредственно игрового опыта. Крафтовая система и профессии. Я вообще не знаток подобного рода контента, однако в Мортал Онлайн 2 всё реализовано так, что хоть что-нибудь из мирных профессий или активностей вам всё-таки придётся освоить. Просто потому, что это дело весьма органично вплетено в игру и, помимо прочего, может приносить очень неплохой доход. Напоминаю, в Мортал Онлайн 2 почти всё создаётся самими игроками, соответственно, сами игроки и являются главными выгодополучателями. Кроме того, выбор весьма обширен и можно выбрать что-нибудь на свой вкус. Пятовод, оружейник, бронник, рефайнер, лукарь, щитовик, мясник, скрайбер, алхимик, рыбак и повар. Может быть, что-нибудь и пропустил, но суть вы уловили. Определяемся в соответствии с основным видом деятельности вашего персонажа, осваиваем и пожинаем плоды. Это не говоря уже про то, что можно просто неплохо зарабатывать на продаже материалов, специальных ингредиентов или, например, заниматься разведением лошадей. Да, собственно, и сам крафт реализован так, что вы сами выбираете всё, вплоть до того, какую часть того или иного создаваемого предмета из чего скрафтить. Вариаций просто овер дофига. Так что можно прославиться на весь нейв не только как отважный воин, но и как легендарный ремесленник. Свобода. Крайне затёртое в наше время слово, которое каждый склонен интерпретировать по-своему. Тем не менее, Mortal Online 2 предоставляет игрокам максимальную свободу, которую только можно себе представить в онлайн-игре. Свободу передвигаться по открытому бесшовному миру, разделённому на различные биомы любым доступным вам способом. Свободу выбирать себе занятия на любой вкус. Воюйте, торгуйте, ганкайте, крафтите, исследуйте мир, фармите данжи, мировых боссов, ресурсы, выполняйте задания, грабьте караваны в конце концов. Свободу самому выбирать свой путь развития, начиная от создания игрового билда и заканчивая участием в хай-энд активностях. В общем, как только вы перешагнули порог мира нейв, вы и вольны делать то, что вам заблагорассудится. А разработчики всего лишь обеспечивают вас различными декорациями. Ну и раз уж заговорили, не могу в очередной раз не упомянуть про ещё один существенный плюс. Разработчиков. Да, команда небольшая, но она тоже свободна, только уже в том смысле, что совершенно независимо. Никакие эффективные менеджеры и маркетологи не стоят над душой со своими рекомендациями. Не нужно держать отчёт перед инвесторами. В общем, в этом плане, как по мне, разработчики и игроки Mortal Online 2 совершенно равны. Как одни, так и вторые вольны делать то, что пожелают. Более того, тот же Хенрик Нестрём, основатель студии, всегда открыт для общения и предложений. Потому что, насколько я понимаю, эта игра – дело всей его жизни. И, кстати, если вы не знали, у Mortal Online есть довольно обширный лор. Он, конечно же, как и всё в этой игре, не очевиден, но он есть. Бай-то-плей с подпиской или модель распространения. Я уже как-то упоминал, что Mortal Online – это переосмысление легендарной ультимы с видом от первого лица. То есть, по сути, это чистокровная хардкорная песочница. И, конечно же, никакие фри-то-плей элементы ей не свойственны от слова совсем. Да, на поздних этапах первая часть, насколько мне известно, стала фри-то-плей. И, чтобы вы понимали, игра поддерживается по сей день. Но подписка там всё равно сохранилась. Это раз. Второе – всё равно за всё время существования игры в ней не было и не будет никаких внутриигровых магазинов, не говоря уже про Pay-to-Win элементы. Всё сами, всё ручками. Но есть и нюансы. RMT. Торговля за реальные деньги. Можно по-разному относиться к этому явлению. Я, как видите, отнёс его к плюсам. Потому что считаю, RMT вполне достойной платой игроку за трату самого главного ресурса в нашей жизни – времени. Если человек хочет зарабатывать в игре и делает это хорошо, почему у него не должно быть такой возможности? Тем более, если в игре нет, как я уже упоминал, Pay-to-Win элементов, и мы не собираемся приравнивать сам факт передачи голды за реальные деньги к этому самому Pay-to-Win. В любой игре, которая может похвастаться свободным трейдом, читаясь свободной передачей внутриигровой валюты от игрока к игроку, неизбежно будут люди, промышляющие RMT. Разумеется, это знают и сами разработчики. Тут уже дело в том, как они к этому относятся. Как правило, в случаях выявления, подобного рода предпринимателей ждет перманентный бан. Другое дело, что тут еще нужно доказать, является ли факт передачи внутриигровой валюты именно следствием RMT. А сделать это, учитывая наличие узаконенного трейда, не такая уж и тривиальная задача. Так что, как к этому относятся разработчики конкретно Mortal Online 2 ХЗ? Но что-то мне подсказывает, что в курсе и сквозь пальцы. Можно еще долго перечислять прелести Mortal Online 2. Это и отсутствие цензуры, и отличная комьюнити, и хорошая оптимизация, и уверенный сетевой код, и прекрасно проработанные биомы, и разнообразный животный мир, и огромный открытый бесшовный игровой мир. Но давайте все-таки перейдем уже к минусам, потому как они, разумеется, тоже есть. И на первом месте, конечно же, порог вхождения. Но не в том плане, а как плохо, что в эту игру не набьется куча народа из фри-то-плей проектов, а в том, что без предварительной подготовки вам вообще не начать играть в Mortal Online 2. Если вы не изучите некоторое количество гайдов, или не посмотрите энное количество видео, например, наших, то, вероятнее всего, не сложится. Да, вы зайдете в игру, да, создадите себе персонажа, но, во-первых, ни черта не поймете, а, во-вторых, по прошествии какого-то промежутка времени окажется, что вам нужно персонажа пересоздавать. Потому что сделали вы самого настоящего гимпа, и он более чем бесполезен для дальнейшего освоения контента. Так что, если хотите нормально играть, необходимо сперва потратить время на, скажем так, первичную подготовку. И уже на этом этапе львиная доля желающих отсеется. Второй пункт — это тоже свобода. Да, как это ни парадоксально, но большинство людей только говорит про свободу, а на самом деле она им не нужна, потому что они не умеют, либо не хотят ей пользоваться. Точно так же, как большинство игроков только говорит про хардкор в MMORPG, но на самом деле он им совершенно не нужен. Всё это в полной мере касается Mortal Online 2. Многие просто не понимают, чем им заняться в игре, без универсальных путеводителей в виде мейн-квестовой и побочной цепочек заданий, не видят себе хай-энд контента без фарма дейликов, и вообще, я пришёл, давайте-ка мне тут всё по-быстрому объясните, а я ещё подумаю, надо оно мне или нет. Подход, к слову, вполне справедливый, но он совершенно не работает с Mortal Online 2. Здесь вас никто за ручку водить не будет, и как гору осилит идущий, так и контент игры покорится тому, кто сам приложит в этом направлении определённые усилия. Поэтому, повторюсь в очередной раз, сразу определитесь, с кем вы будете играть в Mortal Online 2. Это существенно повышает шансы не удалить игру после первого же запуска, а уговаривать вас в ней остаться точно никто не будет. Ну и на этом, наверное, по минусам всё. Потому что, как я не ломал голову, всё остальное либо не заслуживает внимания, либо является производной из вышеупомянутых пунктов. К слову, их бы я тоже к минусам не причислял. Это скорее некие особенности, которые ты либо принимаешь и спокойно получаешь удовольствие от игры, либо не принимаешь и удаляешь её со своего ПК. Благо, двух часов, я думаю, должно хватить, чтобы разобраться. Потому что, повторюсь, как принято считать, Mortal Online 2 либо сразу тебя цепляет, и ты остаёшься в ней надолго, либо вызывает стойкое отторжение, и ты возвращаешь деньги за игру. Хотя, как по мне, существует и третий путь. Ты остаёшься в игре на подольше, чтобы хорошенечко в ней разобраться. И, как правило, впоследствии меняешь своё мнение. После чего уже остаёшься в Mortal Online 2 надолго. Потому что, опять же, исключительно на мой взгляд, именно так и должна выглядеть и играться настоящая ММО-РПГ в 2022 году. Но давайте вернёмся к прагматике, потому что всё вышеперечисленное не отменяет поиск гильдий с последующим в них вступлением. Недавно, кстати, главы русскоязычных гильдий собрались на подкаст, где, собственно, озвучили всё про себя и свои планы. Ссылочку на него я оставлю в описании к этому видео. Там же вы сможете найти ссылки на дискорды сообществ. Так что, как только определитесь, можете стучаться. Лично я, если кому интересно, играю в гильдии North Order. Ну и, конечно же, традиционно не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если ещё не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Ещё услышимся. Субтитры подогнал Игорь Негода, Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал Игорь Негода!